Вот эти задержания чиновников из Министерства обороны, достаточно, опять же, на высоких должностях были эти люди, то какова их судьба? Опять же, где они сидят, в каких это все условиях происходят, какова их дальнейшая судьба? И вот, знаете, тут как-то прям просится такая, не знаю, колкость, наверное, тогда можно назвать, не светит ли им отправка на фронт, не предложат ли им поучаствовать, так сказать, в СВО, так называемом. Я думаю, что они все мечтают отправиться на фронт по одной простой причине, поскольку для таких людей, как они, с деньгами, в любом случае, их до дна-то не разденут, это невозможно раздеть их до дна. Существуют специальные подразделения, где, собственно, люди с усудимостями, но раньше близкие к власти, это бывшие мэры, бывшие чиновники, в том числе и бывшие губернаторы, бывшие депутаты, вполне себе как бы воюют, но это такие подразделения, которые на самом деле на передовой-то не бывают. Я думаю, что они, конечно, мечтают именно о такой службе в армии, после которой, конечно, по идее им должно все проститься, но я думаю, нет, я думаю, что этих как раз не отпустят, эти будут сидеть в заложниках и такие кочаны для раздевания, их тому очень-очень долго придется раздевать, Ну и плюс ко всему, я думаю, что их судьбой будет заниматься новый министр обороны Белоуса в том числе, который хотел бы, видимо, тоже устроить показательное выступление, припугнуть с теми тех, кто собирается разбазаривать ресурсы, а он настроен на мобилизацию экономики, все для фронта, все для победы. Я бы назвала все это концом эпохи тыквенного латты. Ну а с другой стороны, а зачем действительно эти люди нужны режиму? Вот тут так или иначе, но рядом с их фамилиями как-то вот этот крутится вопрос, наверное, того, что они имели доступ к некой тайне. Тут даже, возможно, какие-то, например, важные истории говорят даже, возможно, что подозревают, допустим, того же Тимура Иванова в государственной измене. Вот такое. Может действительно быть где-то завуалировано вообще? Насколько мы сейчас можем говорить о некотором доступе к материалам дела, о том, в чем их обвиняют и как это все будет происходить? Мне кажется, сейчас происходит торговля. Происходит, собственно, торговля за то, по каким статьям должно быть им предъявлено обвинение. Если это будет госизмена, то, конечно, это люди высокопоставленные из Министерства оборота, то это сроки, которые там могут превышать 30 лет совершенно запросто или пожизненно. То есть речь идет о торговле. Если будет банальная коррупция, значит, лет 10 отсидят и выйдут. Могут ли они быть госизменниками? Могут. На самом ли это дело? Вряд ли на самом деле денег им хватало. Вряд ли они это из корыстных побуждений или из идеологии. Идеология им вообще не присуща. Поэтому это могло быть по раздолбайству. Естественно, люди вели очень открытый, при этом роскошный образ жизни. Иванов все время менял жен и отдыхал на западных курортах, имел там дома. И дети учатся и так далее. Это могло быть просто, я не знаю, в открытом доме просто взято у него из кармана. Любые государственные секреты. Он, конечно, был носителем государственных секретов. То есть, если, кстати, нужно ему предъявить, он предъявит. А не нужно, не предъявит. Смотря, как он будет сотрудничать, смотря, как он будет охотно отдавать свои активы, ну и так далее, и так далее. То есть, это будет процесс торговли. А предъявят ли могут с изменой или нет. Ну, а вот вообще сейчас, учитывая то, что довольно серьезные изменения произошли в Министерстве обороны, как для Российской Федерации, ведь практически брали людей, которые годами там были, и опустили корни достаточно глубоко. Каких сейчас изменениях может в дальнейшем идти речь в этом ведомстве? Ну, вот вы видите, все-таки Иванов был влиятельным замом. Я думаю, что сейчас качается кресло и под Саликовым, под другим очень влиятельным замом, естественно. Я думаю, что Герасимов не усидит на своем месте в кресле начальника генштаба. Ну, и я напомню, что арестован Кузнецов, который был вообще ЭЧАром Министерства обороны. Причем предъявлена ему совершеннейшая ерунда, что где-то в Краснодаре продал участок земли под строительство частного дома какому-то некому Мартиросяну. Ну, там, слушайте, человек всемогущественный. И маленький клочок земли в Краснодаре – это, я думаю, то, что просто успели предъявить. Да, вот как раз вы показываете Суровикина. Вполне возможно возвращение Суровикина, у которого были плохие отношения с Шойгу после Пригожинского бунта. И, конечно, мы Министерство обороны, я думаю, через пару-тройку месяцев вообще не узнаем. Подал в отставку, как я понимаю, Кунашенков официальный рупор и голос Минобороны. Человек, на котором, я не знаю, смеялись, мне кажется, все, включая ЗД-каналы. Посмотрим, что будет дальше. Субтитры создавал DimaTorzok